Друзья, всем привет! Вы на канале Делай то, Делай это. С вами Ким. И сегодня я вам расскажу результаты миграции, которые на нашем сервере уже закончились в связи с тем, что сервер достиг максимального количества участников в 300 человек. Поэтому все новые участники, которые желали бы к нам попасть, к сожалению, не могут этого сделать. Так вот, с чего бы хотелось начать. Я давайте открою рейтинги. Рейтинги сил альянсов. И вот покажу, что в связи с тем, что к нам пришло много игроков с других серверов, с различных серверов, у нас образовался новый сильный альянс из трех русских альянсов, которые слились в единый. Им отдали прокачанный альянс для того, чтобы они влились в среду уже с полноценным усилием и могли бороться за призы на сервере. Этот альянс, видите, занимает сразу первое место. Мед Расс Скай. Это три альянса. Член альянса, давайте, 98 человек. Возглавляет его в Микиме. Мы с ним пообщались. Очень хороший человек. Также достаточно сильный. Все офицеры, которые состоят в Р-4, также достойны похвалы. В том плане того, что достаточно прокачанные и могут составить конкурирующую среду. Значит, наш альянс, видимо, на втором месте. Мы заполнили его не совсем до конца. 38 человек к нам присоединилось. У нас есть... Сейчас идут тропики, поэтому остальные не могут к нам примкнуть на этом этапе. Но мы их обязательно доберем после тропиков. Еще несколько человек у нас выходят для того, чтобы получить награды. Также альянс League, Ends Empire, который занимает третью строчку в нашем рейтинге русскоязычных альянсов. Все альянсы заполнены на 90%, что не может не радовать. Остальные альянсы, такие как Хо-2, ФПФ, это латиноамериканцы, испанцы. КГБ у нас это русский альянс. Нон альянс восьмую строчку занимает. Также это новенькие. Можем посмотреть, что у нас здесь Тенебраз возглавляет данный альянс. Даже есть свой лысый из Бразерс. Так что достойные игроки всех времен. И Макс Холивей, мы как видим, чемпион в единоборствах. Может это, конечно, не он, всего лишь его фанат, но мы этого не узнаем. Так, значит, кто у нас еще есть? Образовался альянс Укр из Украины. Занимает десятую строчку. Пока в нем 27 человек. Возможно, они объединятся с Нон или каким-нибудь другим альянсом. Но, по крайней мере, сервер ожил очень сильно благодаря миграции. Хорошее началось общение между игроками на районном чате. В альянсе, конечно, актива много. Это очень радует. Сегодня у нас заканчивается последний день миграции. И мы закроем эту точку, поставим точку над этим. И посмотрим, как будет проходить, значит, притирка данных игроков между друг другом. Я задал несколько вопросов, значит, в личное сообщение я выбрал несколько игроков, значит, двух новеньких и двух стареньких игроков. Давайте начнем с Некраса. Я ему, значит, задал вопрос о том, чтобы он рассказал в двух словах первое впечатление о миграции, почему решил покинуть старый сервер, как нашел наш сервер, наш альянс. Он отвечает, привет, Ким, прекрасно чувствую себя в новом альянсе. Игроки приветливые, нет негатива и злости, что не сказать о прошлом моем сервере. Давно смотрю твои видео на YouTube, поэтому узнал, что в случае миграции есть достойный сервер с хорошими правителями. Очень рад попасть в твою команду. Организация на высшем уровне, отдельный респект за видео на канале. Тебе спасибо, Некрас, за отзыв, за приятный. Дальше вопрос я задал новичку МиниЕва. Значит, такие же вопросы были. Привет, МиниЕва, расскажи в двух словах. Первое впечатление, почему решил покинуть старый сервер и примкнуть к новому. Первое впечатление о миграции, отвечает МиниЕва. После негативного опыта на родном сервере чаще всего именно так бывает. Миграция, ивент, это облегчение. Новые люди, новые эмоции, больше интереса к игре. Со старта ты не выбираешь, где играть. Поэтому приятно осознавать, что есть возможность выбора. Итог, позитивное впечатление. Я ответил, спасибо большое. Я вижу, что вы быстро нашли общий язык с ребятами и сдружились уже. На что МиниЕва отвечает, почему решили покинуть старый сервер, как нашел наш Ситак. Покинула старый сервер в поисках лучшего коллектива и просто места для спокойного развития альянса. Спасибо ивенту, и экспедиции, благодаря которым можно приятно пообщаться с соперником, обменяться контактами и узнать что-то новенькое. О 307 сервере узнала от участников. Русскоязычного альянса с 362 сервера. По ходу общения познакомилась с ярким представителем 307 сервера Альянса КОК, который нас всех любезно пригласил посетить этот сервер. Среди нас неадекватных нету, среди вас тоже. А это изначально залог успешного существования. Я задал вопрос, кто это яркий игрок, расскажешь о нем? Она отвечает, это зло. Спасибо большое за обширный ответ. Рада, если это поможет, ответила МиниЕва. О касательном представителей Альянса КОК. Очень грамотно подобран состав Р4, скажу больше. Р4, который способен внушить доверие с первых минут общения. Демонстрирует доверие ко всему Альянсу. Нам повезло, что зло нашел нас перед ивентом миграции. Мои ребята очень довольны новым коллективом. А главное, мне спокойно, что я не ошиблась в выборе и оправдал доверие ребят. Отличный отзыв. Давайте посмотрим, что ответил нам злодей. Я его также спросил. А миграция, как прошли дни подготовки, недовольны ли ты результатом? На что злодей ответил. Привет. Миграция прошла отлично и наш сервер начал оживать. Пришли разные игроки с разных серверов и каждый несет свою историю и опыт развития в определенной среде. Появляется разнообразие и здоровая конкуренция. В общем, возвращаемся к истокам сервера, когда было много людей и много общения. Впереди стабильное развитие и победа в битвах между районами. Отличный отзыв. Спасибо за активное участие в данном мероприятии. Всегда готов. Так, и я спросил также у старичка. Это наша Грин. Значит, на что она ответила. Так, Грин. Расскажи первое впечатление, как старичка на этом сервере. О миграции, как тебе новые игроки, какие эмоции. Эмоции зашкаливали, даже спать у тебя не получалось. Вот даже так. Ждала, читала. Это интересно, такой движ. Поначалу непонятно, кто прилетел. Их было мало и все ждали. Монстры это будут или кролики. Но они веселые, это хорошо. Играть всегда должно быть весело. Спасибо, Грин, за твой расширенный ответ. Вот такие эмоции мы получили от игроков. Мы видим, что они в чате Альянса ведут активную беседу. Нашли, подружились. Также у нас игрок... Я давайте вам покажу Альянс. Игрок Ник Расс. Он один из новеньких. Мы дали ему возможность. Он проявил инициативу. Назначили его на должность кадровика. Чтобы каждый мог почувствовать себя в роли руководителя. И мог влиться сразу в наш Альянс. И на правах сильного. Это я прошу заметить, что каждый игрок может стать Р4. Который активно развивает Альянс. Который ведет его к победе. Который укрепляет его. Я хочу, чтобы каждый игрок смог себя попробовать на данной должности. Но, соответственно, должно быть стремление и желание. Пока они все находятся в R2. Чтобы мне было легче определить всех новеньких игроков. И видеть, кто пришел. Как они активно играют. Какой у них уровень. Так что, ребята себя достойно показали. Еще я задал вопросы, касаемые в районном чате. Что они ответят, мы сейчас увидим. Вот, ребята, я попросил рассказать новеньких, в двух словах, о миграции. Которые прилетели к нам с других серверов. Посмотрю сейчас, что смогут они ответить нам в прямом эфире. Ну вот, Пикассо пишет, что все отлично. Сервер активный, чат живой. Это новый клан, который сформировался из трех русских кланов. Альянсов с других серверов. Такие, как Sky, Rus и MRC. Микки Ми, глава Альянса Нового, пишет, что хороший сервер, люди добрые, приняли как родных. Значит, из Альянса Новых пишут, что пока все хорошо. Не нравится, только 300 посадочных мест, видимо, маловато. Посмотрим, что будет дальше. Мы видим то, что чат активный. Все довольны, все общаются. Все рады. О Марфате беспокоится про судный день. Наступит ли он завтра, просит объявить его. Он у нас по пятницам в неделе сурка. Пикассо передает разработчикам привет. И спасибо за дешевые телепорты. Для него 9 штук. Это было прекрасно. Ребята, у нас есть с чувством юмора. Поэтому здесь все нашли свои семьи. Будем так говорить, новые Альянсы. Кто-то присоединился к уже существующим. Кто-то сформировал свои новые. Различные эмоции получают наши игроки. Конечно, это здорово, то, что наш сервер все-таки ожил. Мы это все увидели. Мне очень приятно, что вы остаетесь с нами на канале. Смотрите нас. Завтра будет судный день с новыми игроками. Если у нас получится, я попробую заснять его. А также тропики. Я думаю, будет жарко. Давайте, ребята, всем пока. До скорого. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok